МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Метрополия. За время нашей передачи мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий, когда в каждом храме совершалось особое поминовение всех православных христиан, без вина богоборцами убиенных или без вина пребывающих в заключении. В этот день митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Казанском монастыре города, в стенах которого в 1919 году был создан губернский концлагерь, и где в конце ноября 2019 года был открыт памятный знак жертвам репрессий первых лет советской власти. 31 октября в приходе храма Сретения Господня было немало гостей. В этот день свое 20-летие отмечала школа семьи «Родная душа». Итоги восьмого конкурса «Духовное возрождение» среди преподавателей основ православной культуры подвели в Рязани 2 ноября. В Ряжке прошли 17-е краеведческие чтения памяти протоиерея Василия Гаритовского. В день празднования Казанской иконе Богородицы 4 ноября россияне уже не один год встречают еще и государственный праздник – День народного единства. Несмотря на то, что формально эта дата является частью новой истории России, ее корни уходят глубоко в историю страны. А празднование в один день с церковным торжеством, посвященным казанскому образу Богородицы, напоминает о духовных основах исторических процессов и важнейших вех в истории страны и символизирует скреп русского народа, способный и в наше время объединять людей. В день праздника митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил божественную литургию в Казанском монастыре города Рязани. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. В нашей стране он официально был установлен в 1991 году. Огромные потери понесла русская православная церковь. Те страшные гонения дали целый сон новомучеников и исповедников XX века. С 2021 года 30 октября в каждом храме совершается особое поминовение всех православных христиан безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении. Такие службы проходят во исполнение постановления Священного Синода. В этот день митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил божественную литургию и панихиду в Казанском монастыре города, в стенах которого в августе в 1919 году был создан губернский концлагерь. Губернский лагерь, размещенный в стенах казанской обители, стал одним из первых в стране в карательно-репрессивной системе. Причем сестры монастыря, которых на тот момент было в обители более 370, узнали об открытии лагеря из местных газет. Первое время было большое смятение, насельниц лишили всего. Высокие и толстые стены их родного дома, святого места, очень понравились новой власти, которая в дальнейшем скрывала за ними все творимые беззакония. Выгнав сестер, в помещениях монастыря расположились первые жилища для будущих узников, которых сюда стали пригонять строем. Через лагерь прошли представители дворянства, выходцы из купеческого и мещанского сословия, священнослужители, ремесленники и крестьяне. Все, кто проявил какое-либо недовольство новой властью или просто был ей неугоден. Также было очень много просто случайно схваченных на улицах людей, так называемых заложников, которые просто вызвали какое-то подозрение у новой власти. Концлагерь просуществовал 4 года. Потом он был уже в 1924 году расформирован, но это не значит, что он прекратил свое существование. В каждом губернском городе обязательно был концлагерь в то время, Ряжский концлагерь известен. Вот каких-то узников туда перевели, каких-то других концлагеря. Про эти трагические страницы истории Казанского монастыря и нашей страны, про важность сохранения памяти о безвина пострадавших и о местах, связанных с событиями прошлого, митрополит Марк говорил в наставлении. Владыка отметил, что в нашем городе есть несколько мест, где новая власть расправлялась руками палачей над теми, кто не был с ней единодушен. Причем этот подход даже не скрывался. Как сказал один из лидеров революции, мы должны увлечь за собой 100 миллионов, а всех, кто окажется не с нами, можно расстрелять. Вот так легко решались судьбы русских людей. Вот так Русь, единая по своей вере, единая по своим устремлениям, вдруг оказалась расколота страшным образом. Политические репрессии советской эпохи – самая настоящая война власти собственным народом, обернувшейся страшной трагедией. О массовых репрессиях написано немало документальной и художественной литературы. Пострадали сотни наших земляков. Свидетельство тому можно найти и в книге памяти новомучеников и исповедников рязанских 20 века «Были верны до смерти». Такие издания читать одновременно страшно и поучительно. Страшно, потому что они о человеческой жестокости, подлости и предательстве. Поучительно, потому что дают уроки человеческой самоотверженности, благородства, стойкости и мужества. Свидетелей тех лет становится все меньше, а не уходят от нас, завещая помнить о прошлом и беречь настоящее. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Многим в Рязани знакомо название «Родная душа». Это школа семьи, объединяющая разные поколения наших земляков, от детей и подростков, и до умудренных опытом и годами взрослых. Деятельность школы началась 20 лет назад. 31 октября в конференц-зале храма Средине Господне в Рязани собрались воспитанники, друзья и соратники объединения, чтобы вместе вспомнить пройденный за эти годы путь, радостные события и поздравить друг друга с круглой датой в жизни школы. Инициатором и руководителем общества самых первых дней стала Наталья Калинина. Когда я пришла в политехнический институт работать со студентами, то я преподавала социологию. И получилось так, что каждый пример, каждой темы почему-то, ну как бы из-под волья, я не знаю, как это получалось, что я рассказывала это на примерах семьи, что ближе и мне, и студентам. То есть это становится понятно. И так родился авторский курс «Социология семьи». Хотя студенты говорили, ой, Наталья Вячеславовна, вот вечно вы что-нибудь придумаете. Но в конце курса все говорили спасибо и, в общем-то, предложили мне, а что бы вы школу-то не создали. И, в общем, вот так вот получается, с таким вот посылом, ну и вот такая школа стала существовать. Семейное направление отразилось в атмосфере встречи. Она проходила за столиками с угощением. При этом все были вовлечены в активную часть праздника. Конкурсы, загадки, командные задания чередовались с поздравлениями, музыкальными и вокальными номерами. Наталья Калинина подготовила презентацию, включившую десятки отобранных фотографий, иллюстрирующих жизнь школы. Концерты, театральные постановки, тематические вечера и многое-многое другое. Среди чего особо стоит отметить добровольческие труды. Участники школы помогают в восстановлении храма воскресения славущего села Дегтяное. И его настоятель, священник Константин Михайлов, сердечно поблагодарил волонтеров за эти труды. И у каждого, кто присутствовал на празднике, главными также были слова благодарности и теплых пожеланий в адрес объединения. С родной душой мы знакомы очень давно. Все стали родными. Они выступали на наших форумах, на наших праздниках. Пожелать им хочу, чтобы вместе... Что такое родная душа? Это когда можно залететь, когда вместе. Я им желаю полета, фантазии, искренности, радости. Эта школа – это школа фейерверк. Но не просто ради фейерверка, а это школа, где души сливаются вместе и летят к небесам. И появляется творчество, появляется любовь. С Натальей Вячеславовной мы знакомы, наверное, больше пяти лет. Человек огромного душевного, духовного потенциала. Это вот тот лучик света, который сеет доброе, вечное. И отрадно, что школа семьи имеет такое название – родная душа. В настоящее время основная часть деятельности школы семьи «Родная душа» осуществляется в приходе храма Сретения Господня в Рязани. Присоединиться к ней может любой желающий, вне зависимости от возраста и рода занятий. Главное – быть активным, стремиться найти соратников, трудиться на благо ближних и делать жизнь окружающих более светлой и радостной. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Конкурс преподавателей основ православной культуры «Духовное возрождение» – проект регионального уровня, изначально инициированный митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Проводится епархией совместно с региональным министерством образования и молодёжной политики и Рязанским институтом развития образования, в котором традиционно проходит очный этап конкурса и подведение итогов. В этом году комиссии финалисты конкурса встретились 2 ноября. Участие в данном конкурсе для меня большой опыт, так как я начинающая, я посмотрела на коллег, я послушала мнения, рекомендации, советы, подсказки жюри. И в дальнейшем уже я буду строить свою работу, опираясь на их подсказки. Преподаваю основу православную культуру уже много лет, а приехала, потому что хочу самосовершенствоваться, участвовать в этом конкурсе. Оценивали работы педагогов митрополит Рязанский и Михайловский Марк, министр образования региона Ольга Щетинкина, епископ Скопинский и Шацкий Петерим, епископ Касимовский и Сасовский Василий и ректор Рязанского института развития и образования Андрей Кашаев. Приветствуя участников, Владыка Марк обратил внимание на частое использование в наши дни слов и выражений, связанных с духовностью, и констатировал, что нередко они так и остаются словами, в то время как необходимо их деятельное отражение в реальности. Архипастер выразил убеждение, что конкурс «Духовное возрождение» как раз и выделяется своей связью с жизнью. Существует такая латинская пословица. Мы учимся не для школы, но для жизни. Переапразируя эту пословицу, можно сказать, что наш конкурс, он не просто для школы, он для жизни. Для того, чтобы педагоги, которые работают с детьми, углубили свою духовность, учились в духовности и воспринят эту глубокую, православную духовность, они не следят дальше людям, ради всего детям. Перед началом выступлений финалистов состоялось награждение победителей регионального этапа другого конкурса – «За нравственный подвиг учителя». Гран-при этапа завоевала преподаватель Касимовского нефтегазового колледжа Татьяна Хрёмина. Далее участникам были представлены работы финалистов. Из пяти человек на очный этап смогли приехать четверо. Учителя-конкурсанты представили свои презентации из опыта работы, проходили анализ образовательных ситуаций и отвечали на вопросы. Диплом первой степени члены комиссии присудили Ольге Сорокиной, отмеченной и в рамках предыдущего конкурса. Она представила участникам рабочую программу внеурочной деятельности конкурса «Основы православной культуры» под названием «Святая Русь в пословицах и поговорках». Для меня важно гореть. Для этого нужно постоянно развиваться и двигаться вперед. То есть остановка – это уже как бы ведет к регрессу. Потому что я хотела поработать над собой, над своей работой в будущем. И уже теперь впоследствии у меня возникла еще одна идея. Через пословицы-поговорки рассказать о святых богатырях, о защитниках русской земли. То есть более будут эти пословицы носить патриотический характер. Духовное возрождение имеет значение не только как региональный проект, но и как определенный этап в дальнейшем профессиональном педагогическом росте участников. А в свете вызовов и угроз настоящего времени подобные педагогические площадки имеют особую актуальность. Участие в конкурсе позволило всем педагогам, вне зависимости от итогового места, проанализировать и оценить свои достижения, обогатить профессиональный опыт идеями и наработками коллег. Все представленные на очном этапе работы апробированы в учебном процессе и имеют большой потенциал для дальнейшего использования в образовательных учреждениях. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. В Ряжске 3 ноября состоялись 17-е кривические чтения памяти протеерея Василия Гаритовского. Форум представляет собой уникальное явление не только в жизни старинного города, где они проходят, но и всей Рязанской области. В этом году в течение дня участников чтений ждала череда разных важных событий. Открытие форума, посложившееся за годы его проведения традиции, началось с молитвы. В храме Рождества Христова был совершен молебен. В этом году на стене храма Рождества Христова появилась доска в память о пребывании в Ряжске Михаила Скобелева. С Рязанским краем его связывает очень многое. В селе Заборова его родителям принадлежало обширное имение, где белый генерал построил школу для крестьянских детей и храм. Важно, что именно рязанцы первыми вернули имя Михаила Скобелева российской общественности и многое сделали для того, чтобы сохранить память о великом полководце. Действительно, его многое связывает с нашим Ряжским уездом. В село Заборова можно попасть только лишь проезжая через Ряжск. Он был на нашем железнодорожном вокзале. Мы приняли решение установить у нас в Ряжске памятные знаки, связанные с его пребыванием на Ряжской земле. И первая мысль, конечно, она и будет осуществлена. Это будет установлен памятный знак на железнодорожном вокзале. Но и далее, развивая эту тему, мы решили установить памятный знак здесь, на Христорождественском храме. Здание нашего храма самое древнее. Этому храму 200 лет мы праздновали в прошлом году. И поэтому, конечно, этот храм помнит белого генерала. И мы не можем исключить, что он здесь когда-нибудь не был. Ну, кто знает, может быть, он где-то проездом здесь и побывал. Наш храм действительно был воинским. Здесь были воины. И, конечно, открытие такой доски, оно еще раз это подчеркивает. И подчеркивает нашу молитвенную память. Далее в Краевеческом музее состоялась конференция, посвященная в этом году теме «Ряжский край. События и люди». На форуме звучали выступления историков и краеведов, в которых было отражено деятельное признание в любви к родному краю. Даже через поэзию и авторское слово, звучащее со сцены, и, конечно, через музыкальные произведения, жители Ряжска старались показать, насколько им дорог их город. Вот уже на протяжении почти 20 лет эти чтения являются такой основной центральной площадкой, где собираются и краеведы, собираются люди, которым очень важно и историческое, и реальное современное состояние города Ряжска. Мы говорим об истории, разноплановой истории, о церковной истории, о светской истории, о военных каких-то, дела, которые касались города Ряжска. Вспоминаем и наших соседей, ну тогда район-то это маленький, потому что уезд он был намного больше, поэтому охватываем, конечно, немножко побольше территорию, нежели современный район. Про-тоирей Василий Иванович Гаритовский, чье имя носит чтение, личность и труды которого трудно недооценить. Он был богословом, философом, церковным и общественным деятелем, а также первым краеведом Ряжского уезда, с любовью и тщательностью собиравшим сведения о прошлом этой земли. Благодаря доброй памяти о нем, чтение — не официальное собрание или пленарное заседание, а полноценная дискуссионная живая площадка, где участником является абсолютно каждый, где люди имеют возможность выражать свои мысли и идеи. Мы продолжали работу, мы создали новый сайт, мы познакомились с новыми людьми, мы изучили нашу историю еще глубже и еще лучше, мы увидели то, чего мы не видели раньше. И сегодня наша главная задача, задача нашего общества — показать вам это, чтобы вы это увидели. Не положить в стол все те исследования, которые за эти два года у нас были, а показать именно вам, для того, чтобы общество, а общество — это и есть все мы с вами, развивалось на благо нашей Ряжского малой Родины. В рамках конференции состоялась презентация сборника материалов 15-х и 16-х горитовских чтений, а также книги «Ряжские портреты». На форуме шла речь о купцах Ушаковых по страницам семейной истории. Такое со свете творчества, направление работы, увлекательная подача информации на горитовских чтениях всегда труд коллектива единомышленников. Форум объединяет и сплачивает людей, открывая новые имена и ставив пример жизнь и подвиг наших земляков, судьбы которых были малоизвестны или неизвестны вовсе, а теперь стали значимы для многих молодых людей. Огромные значения вот эти, конечно, чтения, те, где когда у нас крылья выступают, когда знакомят с историей своего края, особенно важно молодым людям это доносить, потому что они оторвались, этому цифровому поколению, все, оно уже без корней, его быстро оторвали, и вот они уже как перекати в поле, поэтому в пространство интернета рекатывается и собирает на себя весь хлоп, всю грязь, всю дрянь, все идеи какие-то, а не безидейность даже. Поэтому наша задача их вот прикрепить, заинтересовать, воспитать нашу молодежь, и они уже тогда будут свидетельствовать о наших традициях. Славная страница Ряжского края, вписанная его жителями в историю страны, не оставляет в стороне многих неравнодушных людей, а движет ими на протяжении многих лет, оставляя бесценные материалы для будущих поколений. Такая форма работы востребована. Краеведческие чтения объединяют участников разного возраста. Представители старшего поколения делятся своими воспоминаниями. Молодежь пробует свои силы в исследовательской деятельности. Участники не спешат расходиться, обсуждают услышанное и увиденное, понимая, как важно знать историю своего края, восстанавливая утраченную историческую связь поколений и их преемственность. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Пресвятая Богородица, свою милость и скорую помощь часто являет людям через свои иконописные образы. Среди самых почитаемых на Руси – Казанские. Один из дней празднования в честь иконы приходится на 4 ноября. Престольный праздник встречал в этот день старинный Рязанский монастырь, где божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В году есть не один день, посвященный чествованию казанского образа Богородицы. В июне вспоминается чудесное явление и обретение иконы в граде Казани. В нынешний ноябрьский праздник россияне встречают еще и государственное торжество – День народного единства. Несмотря на то, что формально эта дата является частью новой истории России, ее корни уходят глубоко в историю страны, свидетельствуя о чудесном заступничестве Богородицы верующему народу в годы смуты, настигшей государство в XVII веке. В ополчение, которое возглавлял князь Дмитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. После того, как от находившегося в плену у поляков святителя Арсения пришла весть о дарованном ему чудесном видении, войны народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского пошли на поляков. И Москва, и вся Русь с заступничеством Богородицы были избавлены от интервентов в 1612 году. Но почему же возникли такие обстоятельства, когда Русь – великая и мощная держава, которая ранее только расширяла свои просторы, которая неоднократно сражалась и воевала со своими соседями и чаще всего успешно, в этот раз пала и стала на какое-то время жертвой захватчиков. Да потому что на Руси возникли нестроения, возникло то, что мы называем смута. Умирает один царь, воцаряется другой, потом приходит один самозванец, приходит другой самозванец. Люди оказались дезориентированы. И результатом вот этой смуты в умах и сердцах стали трагические обстоятельства, когда захватчики вошли в сердце русской земли. Но народным порывом под покровительством Богородицы народ наш изгнал захватчиков и смута прекратилась. И на несколько веков на нашей земле установилась относительная стабильность. государство российское развивалось и народ в целом благоденствовал. Как отметил владыка во время наставления, в этот праздничный день всеверующие с особым усердием взывали к Пресвятой Богородице, чтобы она и сегодня защитила от смуты, от иноземных врагов, от нестроений и даровала бы крепкий, прочный и неотъемлемый мир на просторах русской земли. Но важно не только молиться, важно и делать все для того, чтобы народ наш сплотился в едином порыве, в едином движении, чтобы цели, которые стоят перед нашим Отечеством, были достигнуты, и чтобы Русь явила свое единство. Но единство это начинается в умах и сердцах русского народа. И нет у нас иного заступления, кроме Бога и Его Пречистой Матери. По окончании наставления митрополит Марк поздравил настоятельницу обители, игуменью Анну Сычугову, главу Рязани Татьяну Панфилову и всех других верующих, собравшихся на богослужение, с празднованием Казанской иконе Божьей Матери и Днем Народного Единства. Владыка, кроме того, вручил награды некоторым труженикам, помогающим монастырю и делающим значительный вклад в возрождение и процветание древней казанской обители. Ксения Глухова была удостоена медали Блаженной Любови Рязанской, а Дмитрию Озлецкому и Вере Рогожиной были вручены архиерейские грамоты. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова и мои коллеги-сотрудники Рязанской епархиальной телестудии, Логос. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова